Что же, по просьбам смотрящих сделаем расклад. Посмотрим такой вопрос его мыслей на ночь грядущую. С утра смотрели, толпа просит, о чем же он думает перед тем, как спать ложиться. Загадывайте своего товарища. Давайте посмотрим, о чем же он думает, когда ложится спать. О чем же думает тот, кого сейчас мы раскроем. Кто придет, давайте посмотрим, что за мальчишка, либо девчонка. Тот, кто выживает, кому сейчас все трудно. Праведник, праведник, иерофант, это такие жесткие энергии, жестче, чем император девочки. Иерофант, это тот человек, который хочет, чтобы беспрекословно все исполнялось. Как он сказал, это подавление любого бунта. Сейчас человек находится в энергиях выживания. По аркану Адам, он здесь, в этой колоде только есть. И он говорит о том, что был апокалипсис в этой колоде. Имеется в виду у этого человека что-то разрушилось совсем, полностью. Все, ничего нет. И ему приходится восстанавливаться, выживать как-то, понимаете. Адам говорит о том, что человек этот, он выползет оттуда, да, где он сейчас, из этой жопы, в которую засунул себя сам. Но он находится еще и в таких энергиях сам по себе, по иерофанту, да, беспрекословных, несгибаемых. Бог, знаете, вот сам себе Бог, вот сам себе Бог, судья. То есть вообще не видит он тех, кто бы, да, как-то на него влиял. Так что давайте посмотрим его, какие у него мысли на ночь. Мысли на ночь. О чем думает? У него там полный бардак. Подвыки Пентакли он даже определиться не может, о чем подумать. Вот представляете, что вылазить на первую позицию даже у него такого нет. Потому что кошемятится. Его болтает из стороны в сторону, девочки. Вот представляете, какие энергии болтает. Он даже определиться не может точно, о чем думать. Двойка Пентакли, да, дуальность. Либо есть что-то такое, да, что лежит на равной, да, вы чашки весов, они равны, да, вот чего-то такое, два, либо больше, что для него приравнивается. Также может человек думать о том, что здесь по деньгам очень тяжело. Пентакли, да, двойка. Это самое начало пути в денежном, в материальных благах, да. Человек тут еще, можно сказать, обдумывает, придумывает, как заработать. А то, что приходит в руки, не удерживает, понимаете, по двойке Пентакли. Оно распластывается. Потому что двойка, это энергии, в принципе, нет. У него есть одна монетка. И то он не знает, как, куда девать, да, и тратит ее, ну, необдуманно. Ну, вот это и говорит о том, что, да, здесь выпал аркан от Адам. То есть, да, выживание у человека, кризис конкретный. Здесь может еще говорить по Аэропанке, девочки, что кризис на самом деле. Кризис всего. Веры. Кризис. Веры. Может быть, человек уже вообще ни в чё не верит. Да. Никому. Рыцарь Жезлов. Здесь, скорее всего, девочки, еще человек, да, такой, ну, огненный, в принципе, темпераментный. Очень много темперамента. Вот надо читать человек, может быть, сексуально такой активный. Очень. Может быть, думает про вот. Тра-та-та, тра-та-та. Где бы тра-та-та, да. Здесь еще может обдумывать, как заработать денег, да, не только про сексуальность, рыцарь Жезлов. Обдумать. Двойка Пентакли, да. Чё такое? Как прожить? Как выжить? Где заработать? Где клиенты, да, либо работать надо лучше, да, активней. О чем еще, думаю. Тройка Пентакли, вот это и есть работа. Может быть, девочки, здесь вот на Адама она легла, тройка Пентакли, может говорить о том, что по работе, да, человек может заново начать все в рабочем плане. Тройка Пентакли, заново надо нарабатывать взаимопонимание с людьми, с коллективом, с клиентами, где-то чего-то искать. Работа над ошибками, я называю еще такую карту, да, в классическом Таро, где человек должен исправить то, что сделал неверно, неправильно. Это как по отношению к людям, так и вообще, к работе, да, к рабочим моментам. Я говорю, по двойке Пентакли там каша в голове, каша. Выделить что-то человек не может, у него там все и сразу. О чем еще думает? Тройка мечей, разбитое сердце. Здесь может проиграться по иерофанту, что, возможно, был развод, тройка мечей и иерофант. Папа, да, это может связано быть с браком. Тройка мечей – это расход, тройка мечей – разбитое сердце, разочарование, предательство, развод, то есть раны на сердце. Как он, скорее всего, считает здесь, что он много дает энергии, много ее отдает, а взамен не получает. Брошенный, ненужный. По аркану Адам, да, может еще здесь и быть тоже человек один. Один воюет со всем миром, выживает. Никто не помогает, ничего не делает, да. Со всеми заново надо контакты налаживать, да, все делать заново. Заново мир свой создавать надо ему заново. Да, двойка жезлов, двойка пентаклей, девочки, двойка жезлов, она прямо друг на друга легли, да. Двойка пентаклей, двойка жезлов. Начало, начало всего, девочки, заново, заново строить планы, рисовать, да, пункты, как, что, когда, то есть все надо делать заново. Смотреть, разглядывать, мечтать, что-то, как сказать-то, не только уже, да, в мыслях, а еще уже и на самом деле приближаться к действию. А действий-то и нет по башне, да, башня легла на рыцаря жезлов, девочки. Здесь еще, может быть, нет, действий, снесли корону, чуваку. По башне, когда выпадает башня на человека, девочки, это значит то, девочки, мальчики, это значит то, что заслужено было крушение. Человек заслужил своими действиями, которые производил, да, в мир выкидывал. Вот что дал, то обратно и получил. То есть если ты нес разрушения, да, ты их и получил обратно, потому как ты не созидал. Здесь вот такое же. Рыцарь жезлов может еще говорить о том, что, скорее всего, это могло быть и в сексуальном плане. То есть здесь человек сексуально активный. Рыцарь жезлов, да, это огонь, это куча силы, могучий, да, и она вот в чреслах, да, так сказать. Да, и он ее, может быть, везде раскидывал, потому что рыцарь жезлов всегда на коне, либо на мотоцикле в этой колоде, да. То есть он разъезжает от одной к другой, к третьей, да. Тут снесли все к чертовой матери. Может быть, это говорит о том, что человек сейчас один. Вот он об этом и думает, да. Наночка, глядя, я один. Энергии сексуальное море, девать ее некуда. Разрушение по башне. Разрушение во всем. Король чаш, король чаш, девочки. Если он думает про работу, рабочие отношения, контакты, то король чаш зальет в уши любому. Будут и клиенты, будут и контакты, и исправить все ошибки. Здесь еще на тройку пентаклей, да, король чаш, люк и на адама. Разрушение у него сейчас и выживание, да, потому что вот так легко и поверхностно ко всему относится. Король чаш, скорее всего, да, здесь говорит о том, что человек может не выполнять обязательства. Тройка пентаклей об этом говорит. Работать спустя рукава, да. Тебе дали, что делать, да, ты там, к примеру, контракт, там, какой-то договор заключил, ты не выполнил обязательства. Король чаш, да, вода льет в уши хорошо, но ни черта не делает. Это не движение, король чаш, да, это эмоциональность. То есть человек может привлекать, а когда дело, ну, вот, поворачивается к тому, что надо уже что-то делать, да, ничего не сделано. Разрушение. Об этом он и думает, да. И вообще человек больше эмоциональный здесь. Король чаш, эмоциональность. Любовь, влюбчивость, да. Да, то есть человек разговорчивый, контактный, красивый. То есть от него прям феромоны, да, обращает на себя внимание. Он об этом и думает, да, что надо бы как-то проявить свою вот эту сторону эмоциональности, чтобы, да, восстать из мертвых. Шестерка пентаклей, да, девочки, вот она об этом и говорит, что надо восставать. Нужны контакты, нужно равновесие. Сейчас, да, не по графику вверх, а равновесие. То есть сейчас нужен, какая-то основа нужна, баланс. Вот этот вот ему соблюсти. Договориться с кем-то, да, может быть, помочь кому-то. Ну, вот я не вижу, что помощи попросить шестерка пентаклей. Потому что человек по иерофанту помощи просить никогда не будет. И здесь она, между прочим, шестерка пентаклей, она и легла на разбитое сердце и на иерофанта. Здесь человек, погибая, не попросит помощи. Не попросит. Он будет подыхать, но не попросит, насколько вот это вот у него, да, я просить помощи у вас у всех никогда. Вот такой человек, да. Но ему сейчас важно прийти вот к этому балансу как-то. И здесь, скорее всего, человек включает короля чаш. Просить не будет, очаровывать, да. Новых. Тех, кто был, просить не будет. Но новеньких очаровать, да. И вот так вот привлечь в свою жизнь помощь их, не прося, пожалуйста. Пятерка чаш. Вот от того, что приходится все заново начинать, двойка пентаклей, двойка жезлов, идет пятерка чаш. Вы тут со мной сейчас и второго учите, да, тоже будете раскладывать. Пятерка чаш. Разочарование глобальное. Один. Пятерка чаш – это один. Это карта кризиса. Личностного, да, эмоционального кризиса. Когда, блин, ничего не радует. Когда, блин, нет любви. Когда нихрена нет, да. А по башне почему нет? Потому что сам такой. Несешь разрушения. И сейчас ему приходится в одного восстанавливаться, да. Заново все. Нет ни денег, ни движения. Ни людей, возможно, рядом, да. И об этом он думает. Потому что ему тяжело. Тяжело. На ночь наваливаются тяжелые мысли. Именно о том, что жизнь его, да, потерпела крах, крушение конкретное. Оплакивает свою жизнь по пятерке чашто. Иду один. Начинаю все заново. Человек себя жалеет. Но, девочки, здесь карта маг выпала на башню. Это говорит о том, что он может все создать сам. Он и будет пытаться это сделать заново. Скорее всего, такой карты еще не было, да. Что это может быть циклично. Еще не выпала она. Но, девочки, скорее всего, так и есть. Это человек, который, да, падает и поднимается. Падает и поднимается. Он запинается. А почему по иерофанту, девочки? Потому что слишком много о себе возомнил. Слишком высоко себя поставил над всеми людьми. А это не так. И по магу здесь ему придется, да, делать волшебство в своей жизни самому заново опять. Как бы тяжело не было. Как бы все не рухнуло, да. Какой бы там апокалипсис у него не случился. Ну, маг еще говорит о том, девочки, что здесь манипулятор, король-чаш, маг, манипулятор, да. Этот человек, возможно, и делает за счет кого-то. Маг, башня, рыцарь жезлов. Это активное движение для того, чтобы за счет кого-то делать. А потом идет разруха, понимаете? То есть сносит ему башню за счет людей, восстанавливаясь, да. Люди же его потом и топят, понимаете? То есть что он дает, то он обратно получает. Что еще о чем думает влюбленные? Вот ему важна энергия, да. Не энергии, а эмоции. Эмоции, влюбленность, это что? Это переживание, это же сильно, да. Это такие чувства сильные, которые там двигают человека, да, двигают людей. Когда женщина влюбляется, да, она начинает там худеть, хорошеть. То есть мужчина влюбляется тоже, подтягивается, да, пытается что-то. Вот, вот, ему важны такие эмоции, а их нет, он один сейчас. По королю чаш, это вообще важная составляющая его жизни. Эмоциональность, чувственность. Здесь опять же, девочки, проигрываются энергии больше женские. Хотя, да, он себя показывает, я мужик-то, по иерофанту, вот, я сила, да. Но, девочки, влюбленные и король чашка вредит о том, что здесь человек больше, все-таки эмоциональный, больше женской энергетики в нем. Это может быть также и творческая личность, да, либо больше творческого. Влюбленность, любовь, ему она нужна для того, чтобы творить, чтобы идти. А так как он сейчас один, и нету никого, ему тяжело, потому что нету смысла жизни. Скорее всего, ему надо влюбиться, либо кто-то должен быть, да, по типу музы, чтобы он шел дальше. Чтобы возможность была творить, да. Кем управлять называется. О чем еще он думает? Императрица. Вот она и выпала, женщина, да, императрица, которая его зажигает. Давайте посмотрим, вы ли это, тот ли этот человек, который меня смотрит. Восьмерка жезлов. Движение. Да, да, девочки. У вас от него было движение, причем бежали, как только могли. Голубом, кто на велосипеде, да, как тут показано, вы от него убежали. Это именно та связь, да, которая была не из приятных, которая, в которой было очень много позиций, да, разруливания чего-то, доказывания чего-то, да. Вы убежали, а может быть убежали от того, что человек часто прижимал, пытался как-то доминировать, да, над вами. Пятерка жезлов, такая борьба своеобразная. Скорее всего, да, это вы. Вот эта женщина, да, которую он на ночь-то подумал, она и вводила его в этот баланс. Императрица, шестерка, пентаклий. Она ему протягивала руку помощи всегда, шестерка жезлов. Она ему помогала. Знаете, такой жест с ее стороны был поддержки. И идет тройка мечей. Это говорит о том, что сердце разбито, но человек вел себя неправильно. Это может быть жена, то есть вы можете, как жена смотреть, так и девочки нет. Императрица, это может быть жена, мать, но еще и женщина, которую мужчина просто выделил, поставил главный над всеми, да. То есть вот такая женщина, которая, ну, отпечаталась. Вот насчет ее он вспоминает. Не хватает ему ее любви, ее, даже не его, а ее. Эта женщина его очень сильно любила, безумно любила, девочки. Вы безумно любили, безумно заряжали его. И апокалипсиса не было, пока вы были. Хотя я могу вам сказать, что даже с вами он чувствовал себя неудовлетворенным. Ни в жизни, вообще ни в чем, да. То есть такой человек, имея рядом кого-то, он все равно будет одинок, все равно будет несчастлив, да. Все равно все будет не так, как надо. Больше почестей, больше внимания нужно, да. Не то внимание, не ты, не такая, да. То есть имея что-то, человек все равно всегда смотрит, а может быть там где-то еще лучше. Не ценит того, что имеет. Из-за этого у него башня, да. И по Адаму у него апокалипсис. Глаз дергается, девочки. Я скоро уже тут с нервным тиком слягу. Он, девочки, рассчитывал вообще с вами, да, вспоминая, да, на ночь, что было много возможностей. Сейчас у него их нет. Туз Пентакли лег на пятерку чаш, на двойку жезлов и на двойку Пентакли, девочки. Он ожидает, что все разрулится, да, когда-то. Он ожидает от жизни шансов, возможностей, да. С вами было бы круче, вы были тут шанс. Но по пятерке чаш человек этого не увидел. Он отвернулся, да. Не увидел он с вами ничего, хотя сейчас, наверное, нашел, как укусить. Локоть. Но опять же ожидает, что жизнь ему преподнесет еще такие шансы. Но пока что нет. Пока что даже вот на мага десятка жезлов легла. Она говорит о том, что тяжело, да, с башней-то восстанавливаться. Тяжеловато. Тяжеловато, девочки, да, после башни творить. Тяжеловато. Но опять же, девочки, десятка жезлов. Кармическая карта. Как я говорю-то. Карма настигла чувака. Получила братку за все и за все, девочки. Десятка жезлов. Это кармическая карта. Это тогда так тяжело, да, потому что так надо. Потому что заслужил. Башня, да. Снесли тебе колпачок твой. Даже, знаете, за место короны одеть шутовской колпак. Мужчина здесь вот такой. По энергиям. О чем ты еще думаешь? Давай закругляйся уже. Смерть. Смерть, девочки, да. У него закончилось все, что было раньше. Полное обнуление. Обнуление. И это не трансформация. Это прошлая жизнь. Она у него закончилась. О чем и говорит Адам. О чем и говорит башня. Приходится отстраивать все заново. Но по ходу тела после старшего аркана смерть башня уже не канает. Если на башне можно на том, на старом основании, фундаменте, да, можно что-то отстроить, то по смерти нет. Здесь придется заново закладывать фундамент. И здесь еще выпало, да, именно на любви. Ну, тут все. Работа, любовь. Работа, любовь. Заново отстраивать свое с нуля. С нуля, девочки. Движение вперед. Еще движение вперед легло на императрицу. Вы знаете, тут может еще проиграться, что человек к вам двинется заново к вам. Возможность такая есть, вероятность двинуться к вам. Давайте посмотрим. Это просто его движение, либо он думает о движении именно к императрице, которая смотрит. Паш Мичей, да, девочки. Здесь у человека есть такая задумка. Паш Мичей, да, человек уже в вашу сторону. Он не только делает, планирует, да, он уже и повернулся в вашу сторону. Он хочет, возможно, восстановление семьи. По крайней мере, он так думает. Если это женатый человек, если это ваш муж, то он думает о восстановлении семьи. Потому как, девочки, опять же, приходим к тому, что ему одному сложно выстроить. Он за счет кого-то это всегда делает. Вот в чем дело-то, да. Правде в глаза смотрим, девочки. И кто мне тут в комментариях будет писать, да, опять какие-то, что так, да не так, да не тут. Это либо не ваш расклад, либо я не ваш таролог. Потому что мои карты говорят так, как я говорю. Это человек за счет других. И здесь, скорее всего, он хочет за счет вас опять. Ему нужна, знаете, поддержка. То есть сзади опора. Вот представляете, не он опорой хочет быть, да, мужчина. Ну, переворачивайте там, да, как. А хочет, чтобы сзади него был тыл, да, чтобы его прикрывали. Ну, в принципе, девочки, женщина, она всегда прикрывает сзади, да. Только мужчина должен быть как-то вот поблагодарнее, что ли. Да, девочки. Ох, кому-то тут заново бывший идёт, девчонки, идёт с намерениями восстановить семью. Человек понял, что ошибся. Туз-чаш, туз-пентакли. Говорит о том, что человек хочет восстановить то, что было. Ошибся человек в крушении, в разрушениях, которые привели его после того, как человек вас покинул, да, как, вот как вы расстались. Он сам не сможет. И он понял, что вы та женщина, да, которая вот опора. Заряжали его, давали всё. Всё. Любую любовь императрицы – это абсолютная любовь, да, может дать любую. Да, девочки, ждите. Кому-то скоро придёт новая жизнь, и только с вами он её мыслит. Не знаю, девчонки, как он ещё это сделает. Он принимает решение, да, как проявиться. По-глупому тоже, да, глупо проявляться и идти в новую жизнь ему тяжеловато. Вообще ни с чем, да. Но человек надеется, надеется на то, что к нему придёт мысль хорошая, да, и он решится. И решится, девочки, ещё по картам в раз это сделать, проявиться к вам. Пока что он сидит и думает. И ночами он, девчонки, страдает, да. Девятка мечей говорит о страданиях человека в одного. Но там, где комфортно. Девчонки, он сейчас, это хорошее место, его место, где он может спрятаться, да, комфортно пострадать. Но девчонки тоже ведь такое, что сам-то шевелиться тоже не хочет. Вот ему это надо к вам прийти, но выход вот это из своего комфорта для него и дискомфортен, да. Напрягаться же надо, девочки. Он об этом думает. И всё-таки в этом вопросе он хочет быть победителем, девочки. Шестёрка жезлов. На коне он хочет быть и на коне хочет приехать к вам. Победить, победителем, чтобы вы видели, да, что он не такой падший. Что ему не так сложно. Может быть, девочки, здесь ещё человек хочет перед тем, как появиться, да, хоть что-то наладить у себя. Хотя вряд ли, да. Здесь человеку вообще очень прикольно, да, проводить время в страданиях, в мечтаниях. Скорее всего, вот вечером на него такое и нападает. Так, давайте закругляться 30 минут уже. Четвёрка жезлов говорит о том, девочки, что, да, он вспоминает то время, когда вы были вместе, когда вам было комфортно, когда ему было классно, его там ждали. Всё-таки об этой женщине говорит то место, да. Все мечты там сбывались, там было волшебство. Он хочет туда, это его цель. Он об этом мечтает, да, вечером. Какие-то вот у него там мысли, да, обуревают. Можно сказать, что вас он выбрал тем пунктом назначения, да, к которому придёт. Придёт к той, к единственной, да, которая вот ему давала всё. Здесь женщина магическая, да, такая, которая вот прельщает пока что, да. Для этого сейчас, девочки, нету ничего. Но человек метит, я не знаю, как у него получится от пажа прыгнуть сразу же в десятку пентаклей. Но человек, опять же, по звезде думает, да. Может быть, человек здесь что-то замышляет по верховной жрице, да. Такое что-то тайное, что-то такое вот он. Может быть, что-то новенькое изучает, обучает. Вот рыцарь мечей, да. Что-то он здесь готовится к чему-то, чтобы сделать какой-то прорыв. Четвёрка мечей, девочки, сейчас обдумывает. Сейчас в одиночестве никого у него нет. По тузу жезлов скоро будет движение. И движение, скорее всего, как в прорыв, так и к вам. Да, девочки, так и будет, по крайней мере. Об этом говорят карты. Сейчас отшельник, да, сейчас по восьмёрке мечей скован во всём, но о чём мы и говорили. Так что, ну вот, такие вот мысли какой-то, знаете, как солянка такая неразбериха.